Всех приветствую, с вами Александр Да, вышли мы на свалку, приходят сообщения Держись подальше от этих черных дымков Советую обойти их справа, приходят сообщения от куклы Инфокнопочка получена, так, это что у нас? Карта одного из регионов зоны, составленная разведчиком С учетом местных достопримечательностей Посмотрю я карту Да, отмечены наиболее опасные места Аномальная зона, деньги Что это значит? Возможно, там присутствуют артефакты, я потом это проверю Так, и по заданию получена инфа Тут какие-то необычные аномалии, они могут двигаться, причем ведут себя довольно хитро Если стоять на расстоянии от них, то застывают Но стоит приблизиться, как они начинают движение Я понаблюдал немного и понял, что каждая из них двигается по своей траектории Если изучить ее, как следует Возможно, попробовать пробраться Правда, аномалий этих очень много Ну, судя по всему, ему не удалось пробраться Так, а что думают наши компаньоны? Не дрейфмайор, прорвемся Так, стоять Я не боюсь, но думаю, что здесь надо быть очень внимательным и немного пошевелить мозгами Что ты имеешь в виду? Я заметил здесь трупы, они почти не тронуты мутантами Значит, живности здесь мало Вероятнее всего из-за множества аномалий Помнишь, я тебе говорил о странном дыме над свалкой? Да, действительно, мутантов здесь не будет Подними глаза повыше и присмотрись повнимательнее Видишь эти темные дымки? Мне кажется, это и есть аномалии Мало того, сдается мне, что они еще и двигаются Но мы это уже поняли Ценное наблюдение, спасибо Держись поближе ко мне, я попробую вас провести Так, а что думает второй наш компаньон? Стоять, Андрей Где может быть этот Василий? Я точно знаю, он устроил себе убежище Так, стоять, ну куда же вы уходите, а? В северной части свалки Строения там немного, так что разберемся Только вот так, что такое? Чувствуешь этот ветерок? Мне не нравится Подумаешь, какой-то ветерок Причувствие у меня нехорошее Забей, я пойду первым Следуйте за мной с майором Так, и что, насколько он нам советовал Советовала пройти правее Попробую я Вижу кошечки Так, это есть дымки, а если... нет Дымок, как в лосьте, помните, да, сериал был? Гонял всех Я думаю, это будет боль Да, и напарниковская сила Это будет непростая задача Далось нам пробраться через эти дымки Это была не очень, конечно, сложная задача Хотя пришлось немного повозиться Так, задание обновилось Нет, заперто Так, и что дальше? Где же Василий? Наверное, поперся в рейд за артефактами Этот вагончик Есть у убежища Так что подождем тут Я думаю, скоро он вернется Кстати, не советую Лезть в него через окно Хозяин наверняка поставил там Растяжку от воров Ну, до встречи А долго ждать-то будем? Так, ты что скажешь? Ладно, подождем Шло немного времени И Василий просто появился у костра Почему так произошло? Я не понял Так, здравствуй Вот это задание не работает Кукла говорит То, что задание не закончено Потом я это покажу А сейчас мы пообщаемся с Василием Привет, ты кто такой? Мне нужно на север Покажешь дорогу? Ты пробрался сюда Да еще и Андрея привел Неплохо для начала Не думаю, что на свалке Окажется так много аномалий Да, действительно Пошли ко мне в убежище Поговорим о пути на севере Там безопасно Есть очаг Вода, пища И место для отдыха Спасибо, пошли Да, вот я взял задание Хочу показать Это задание называется Шанс Нужно отыскать артефакт Хамелеон Вот приходит сообщение от куклы Квест еще не сделан Разработчик слишком устал сегодня Плюс у него иссякла фантазия Поэтому, естественно Этот квест я не буду брать Он нас отправляет на свалку Брошенной техники Я попробовал побегать Действительно Там невозможно найти этот артефакт Поэтому Обойдемся без него Давно ты здесь? Полгода Это считается большим сроком Для зоны отчуждения Зачем ты сюда пришел? Охотится за артефактами Зачем же еще? Здесь еще есть аномальная зона Артефакты в ней такие Как на кордоне Единственное, что Захолустье здесь дикое Регулярно нападает толп Каких-то тварей Бывает, что по несколько дней Меня в моей конуре держат Хорошо, хоть у меня здесь Здесь есть запас провизии и воды Что за тварь? Откуда их столько много? Сам не знаю Но выглядит это необычно То есть они не выскакивают Из соседнего леска Нет Происходит это так Где-то неподалеку Раздается шипение Треск Начинает сиять яркая звезда И Помимо всего Из-под земли Лезут десятки кабанов И изломов Зомби Или другой твари Это просто армагеддон какой-то Как загонят меня сюда Так и сижу Правда Они куда-то деваются Потом Да, интересно Но сам понимаешь Это не есть Хорошо Что за изломы? Такой вид зомби Вроде Мужика долговязывал Такого Но с уродливыми руками Граблями Оглоблями Мозгов у него Нет, жрет Падал Подалили сырое мясо Дрянь, короче Увидишь сразу Стреляет Почему бы не обустроить Убежище где-нибудь В другом месте? Была у меня такая мысль Но есть проблема Подходящих строений Поблизости нет Кроме того Отсюда рукой подать До аномальной зоны Удобное место Но плохое Мне кажется Что такому Внезапному появлению Толпничести В одном конкретном месте Есть некая причина Думаешь? Интуиция подсказывает Не пробовал искать Закономерность В их появлении Может Это происходит Через одинаковые Промежутки времени Может это связано С твоей деятельностью В этих местах Спрашиваем мы Появляются они Когда угодно Кроме сбора артефактов Я больше ничем не занимаюсь В общем-то Я здесь Кое-что еще Подделываю Именно слежу За некоторыми тварями За тем Чтобы всегда быть на чеку Расставил несколько датчиков Движения тепла Но как это может повлиять? Еще за бродягами наблюдаю Я хочу изучить И схему движения Бродягами Те аномалии Которые ты видел В северной части свалки Выглядят Еле Как будто Еле заметный смерч С черным облаком наверху Опасны тем Что могут резко Изменить местоположение Напав на человека Я заметил Что они могут перемещаться Строго в ограниченном радиусе Вокруг определенной точки Если вычислить ее То можно понять Как обойти аномалию Полезная информация Бродяга Дик Получена заметка Прочитаем потом Я хотел узнать Насчет пути на север зоны Север? Куда конкретно Ты хочешь попасть? К исполнителю желаний Ты серьезно? Вполне Не буду спрашивать Зачем тебе это Раз ты смог Пробраться сюда Ко мне Значит Ты понимаешь Что такое зона И что такое смерть Поэтому отговаривать Нет тебя смысла Расскажу все Что успел узнать За время Моего здесь пребывания Во-первых Исполнительное желание Находится в Припяти Знаешь где это? Ну да Заброшенный город Заброшенный И начиненный Аномалием В перемешку С мутантами Во-вторых Дорога в Припять Лежит через завод Росток Армейские склады И радар Завод располагается В километре отсюда Видел рядом С твоим убежищем Ворота Задает он вопрос Нам Это как раз Есть Дорога к заводу Росток Проблема только в том Что она заминирована Это в третьих Если быть последовательным Кто ее заминировал? Военно Я слышал историю Что на заводе Перед аварией Были какие-то люди Сразу после второго взрыва Солдаты Бросили сик спасать Но не успели Плюс еще И сами полегли Уцелевшие Драполи Завода В большом панике Минуя Минируя за собой Дорогу Чего они так боялись Неизвестно Так что Путь на Росток Перекрыт Как можно преодолеть Это минное поле? Есть у меня Одна идея Дело в том Что мины Которые заложили Вояки По своему типу Противопехотные То есть Рассчитаны на поражение Живой силы Видимо Солдат таким образом Хотели Остановить Стадо мутантов Гнавшихся за ними В процессе Своего драпа Вояки Бросили на краю Поле сломанный БР БТР Так вот На нем Как раз Можно было бы И проехать Через мины Броня Защитит от осколков Именно таким образом Можно попасть На завод Беда только В том Что БТР Этот в нерабочем состоянии Что нужно делать Чтобы его починить Честно сказать Я уже немного Поковырялся в нем Меня ведь тоже Росток интересует По слухам Там Есть еще одна Аномальная зона В общем У него накрылся редуктор Полетели шестерни Нужен новый Я видел здесь БТР Можно ли взять Детали с них Вряд ли Потому что Они давно стоят Под открытым небом И заржавели Если где-то Можно достать Запасной редуктор То это на фабрике В темной долине Там уж Разведчик Серега Рассказал мне Что видел Несколько в тех местах Так что Если ты захочешь Попасть на завод Восток Должен сначала Сходить в долину Принести редуктор И почини БТР Я тебе в этом помогу Стоп Забыл Что такое Есть еще одна проблема В темную долину Путь в темную долину Перекрыт аномалией туча Что еще за аномалия Огромное скопление Угольно-черного дыма Который выходит Прямо из-под земли Запах почти не имеет Не ядовит Но таит в себе Другую опасность Если приблизиться к туче То из нее вылетит Несколько шаровых молний Атакует И от шаровых молний Приятеля спасает Спасения нет Какую бы защиту Не напялила Они костюм не тронут Зато плоть Под ним Прожгут насквозь Страшные штуковины Что же нам делать Все пути перекрыты Есть способ Просеять эту тучу Для этого нужен Артефакт проводник Как его добыть Хороший вопрос Я видел проводник Всего лишь один раз В своей жизни Когда я только Пробирался сюда То попал Под опеку Компанту разведчику По кличке Бати Он меня многому научил Однажды Я стал свидетелем Того как Бати С помощью проводника Тучу возникшую В опасной близости От нашего убежища Растворил Суть в том что проводник Сам по себе не рождается Его необходимо Сложить из трех Похожих артефактов Зеленого Желтого И красного Шаров Найти эти шары Можно случайно Я недавно сам видел Желтый шар Лежащего В районе Старого Экскаватора Тогда я его Не подобрал Сейчас случай Подвернулся То есть я должен Собрать три шара Разных цветов Да После этого Нужно будет Подойти к туче На очень близкое расстояние Тогда проводник Сам сгенерируется Сгенерируется Из трех шаров Опасная аномалия Понемногу рассеется Где я могу Найти эти шары Здесь на свалке Я точно помню Что видел их По отдельности В таких местах Но не помню В каких В каких-то местах Знаешь что Я дам тебе совет Пойди к могиле Батя И спроси у него сам Он мне часто Посказывал ответы На нужные вопросы На трудные Как будто что-то шепч Кстати Если добудешь проводник То сможешь И железку без труда И жертв преодолевать Батя много раз так делал Где находится могила Так Приходит сообщение От куклы Задание выполнено Откуда дует ветер Так Дневник История Зеленый шар Висит на одном Из деревьев Ложбини Желтый В кабине Экскаватора Красный На крыше Большого Круглого резервуара Неподалеку Отсюда Удачи Еще данные Нету Подыма Почему-то У нас Никаких данных Хотя Приходило сообщение На ПДА Да Такие Квесты Объемные Так Это что такое Выживание Нычки Можно купить информацию о нычках Народ Магазин Ну а как Костюмы Экзоскелет Дорого стоит Посмотрюсь я здесь Так Но прежде всего Посмотрю я на карту Да Переход в темную долину Здесь Нас ждет Аномалия Туча С помощью Ее мы сможем Преодолеть Только с помощью Трех артефактов Которые сгенерируются В отдельный артефакт И туча исчезнет Так же Что у нас Но нам Туда сначала Я не пойду Я пойду На Агропром К месту эвакуации По нашему Основному заданию Найти Редрика А так же Нужно найти Максима Все таки Я думаю Здесь собрать Сначала Эти артефакты А потом Уже отправлюсь На Агропром Вернее В темную долину Крис Бати Дружище Тут монстры С ума сойти Выручай Так Придется сначала Только отстрелять Монстров Так Выполнено задание Нужно смотреть Могилку Желтый Проклят Четырьмя Душами Хозяин Красного Прячется Между Двух Башен Зеленый Растет На дереве Кто Сложит Из них Ключ Хорошо Пойду я Искать Эти артефакты Тем более Первый из них Как говорила Кукла Находится Неподалеку А именно В тех Резервуарах Или где-то Рядом С ними Хозяин Первого живет Неподалеку Между Двух Резервуаров Стоять Так Получилось Это что За бедолага Навстречу Полынь Звезде Посмотрим Информацию Еле Поймал Этот Чёртов Телепорт Он Закинул Меня Наверх Кажется Что До цели Рукой Подать Но Вот Только Беда Как Допрыгну До Соседнего Резервуара Разогнаться Как следует И Хрен Его Знает Расстояние Между Кровями Метра Четыре Вряд Вряд Допрыгну Так Что-то Летает За Кромку Соседнего Резервуара Если И Зацеплюсь То Смогу Лев Скарабкаться Стремно Надо Посидеть Подумать Погода Хорошая Да Выбросся Ещё Есть Время Сидел Сидел На Ярком Летнем Солнышке И так Хорошо Стала Кругом Природа Тепло Ветерок По голове Поглаживает Даже Не верится Что Там Внизу Смерть Тлен Отчуждение Что же Делать Не могу Я без Этого Артефакта Я его Долвно В венокль С одной Из куч Заметил Он Особенный Я сразу Это Понял Время Поджимает У меня Ещё Максимум Три Четыре Часа Блин Даже Не смешно Становится А может Просто Взять И шагнуть Пустоту Навстречу Полынь Звезде Да Это Смерть А Вдруг Выхода Всё равно Нет Так А что Это За Полынь Звезда Попробую Я сейчас Так Перепрыгнуть Нет Конечно Не Получается Буду Искать Я Выход К Полынь Звезде Пробовал Я Ещё Раз Прыгать В этот Телепорт Также Пробовал Искать Некую Полынь Звезду Как он Сказал Да Смотрите Какой Вертолёт Завис Но Ничего Я Не Нашёл Возможно Нужны Какие-то Прыжки По Телепортам Но Как бы То Не Было Я Перепрыгнул Сюда Но Это Не Самое Интересное Самое Интересное Нас Ждёт Впереди Так Вроде Получилось Такая Ловушка Припасена Для нас И только После Этого Нам Удаётся Взять Артефакт А я Отправляюсь Искать Следующий Чтобы Все-таки Нам Удалось Проникнуть В Тёмную Долину После Агропрома Не знаю Там Будет Дальше Сюжетная Линия Посмотрим Вторую Часть Основного Артефакта Я Нашёл На Дерее Как Мне Говорилось Но Это Было Довольно Таки Непросто Во-первых Эти Сетлички Съеду Безобидные При Приближении Они Наносят Урон Ещё С меня Вылетают Артефакты Тут Прыгал я По деревьям Как Сайгак В общем Мне удалось Поднять этот Артефакт У нас Осталась Последняя Часть Как он Говорил Он Находится В Экскаваторе Насколько Я помню На территории Два Экскаватора Один Возле Стоянки Брошенной Техники Другой Неподалёку От Ангара Побегу Искать Третью Часть Артефакта В поисках Третьей части С основного Артефакта Проводник Вернулся Я к Василию Думаю Может Какие-нибудь Подсказки Даст Но тут Появился У него Один Диалог Привет Ты Здесь Сам Живёшь Ага Но я Вижу В этом Убежище Оборудование Места Как Минимум Для Пяти Человек А ты Наблюдательный Когда-то Здесь Жила Целая Группа Разведчиков А что С ними Случилось Это Отдельная История Усаживалась И так Сказать Поудобнее Слушай Когда-то В этом Убежище Еще до Меняемого Наставника Жили Аж Семь Человек Да Не Удивляйся Как Они Сюда Добрались Отдельный Вопрос Значит Тропу Нашли Или Железка Да Еще Была Не Такой Опас В общем Главный У них Был Дятлов Имя Я К сожалению Запамятовал Имя Так Вот Значит Жили Они Здесь Всемиром Промышляли Потихоньку Разведывали Территорию И намечали Значит Безопасные Пути Для нашего Брата Ветрогенератор На крыше Это Рука Их Дела Но В один Прекрасный День Они Наткнулись На что То Такое Что Свело Могилу Их Всех Разом Это Была Аномалия Бес Его Знает Лично Я так Не разобрался Чего же Они Там Нашли Я Собственно Оттуда Все Это И знаю После Этого Одного Из Ребят Здесь Остался Дневник Я Нашел Его Изучил Чтобы Не трепаться Долго Могил Тебе Его Передать Если Разгадаешь Загадки Группы Дятлова Точно Получишь Что-то Ценное От Самой Зоны Не Пустышка Какой-то Она Семерых Умных Парней Голову Зона Замудрила Семерым Парням Чтоб Его Ну что Попробуешь Или Кишка Танка Давай Дневник Посмотрю Смерть Идущая По Следу Появляется Новое Задание Оно Также Находится Здесь На свалке Разведчик Так Что На Дневнике Клад Мародера После Многочисленных Трудностей И лишений Я И мои Товарищи Наконец Получили Шанс Стать Богатыми Сначала В развалинах Неподалеку С помощью Миноискателя Мы нашли Старый Автомат И чьи-то Кости Неподалеку В старых Развалинах Там же Обнаружился Кожаный Планшет С документами Картой И описанием Некой Операции Изучив Плохо Сохранившиеся Записи Я узнал Что мы Наткнулись На останки Мародера Эти люди Занимались Разграблением Припяти Еще после Первой Радиоактивной Катастрофы Катастрофы И со всеми Своими подельниками Пользуясь Паникой И неразберихой Во время Эвакуации Совершали налет На госбанк Припяти И унесли Оттуда Самое ценное Что могли взять Однако Им на хвост Села милиция А затем И военный И вскоре Вся группа За исключением Одного преступника Была уничтожена В перестрелках Последний Из оставшихся Рожевых Сумел спрятать Добычу В промзоне Сейчас это место Именуется Свалка Затем Сгинул И сам В записях Указывается Не только Координаты Но и точное Место схрона Теперь мы должны Воспользоваться Этим шансом Конечно же Это преступление Но ведь Со временем Первые аварии Обстоятельства Поменялись Вряд ли Это станет Кто-то станет Искать Пропавшее имущество Здесь На территории 30 Кроме того Настолько ЗО Какой 30 Зона отчуждения Насколько я понял В схроне лежат Не советские рубли А кое-что получу В любом случае Надо проверить Это место Заброшенный ангар К югу От убежища Мы отправляемся Туда В ближайшее время Так А что из записаний К заданию Наше задание Выяснить причину Гибели Семи разведчиков И их лидера Дятлова Согласно сведениям Полученным От Василия Разведчики Погибли В районе Заброшенного Ангара На свалке Разыскивая Нечто ценное Необходимо Пробраться Внутрь И выяснить Причину Гибели Группы Да Интересно Все получается Сейчас интересно Я выйду Или нет Да Вполне Наверное Скорее всего На поиске Группы Дятлова Это Третья часть Артефакта Я отправлю В следующей серии А с Вами был Александр Всем Пока